Первое выступление после летнего загара, поэтому понятно, что вы напишите тысяч комментариев по поводу моих спецэффектов на груди. Но пишите, я уже привыкла, знаете, к вашим замечаниям, дорогие друзья, на самом деле, и мои настоящие подписчики никогда не пишут ничего плохого, но есть залетные. О чем я хотела с вами поговорить? Я хотела сегодня с вами поговорить о музыкальности. Что такое музыкальность? Музыкальность, на самом деле, это индивидуальная чувствительность персоны к музыке. То есть, насколько вы восприимчивы, насколько сложную структуру музыкальную вы способны воспринимать, ритмическую, мелодическую. Вот это и определяет вашу музыкальность. Если вы быстро запоминаете очень сложную мелодию, если вы быстро откликаетесь на ритм, если вас не перегружает сложная музыкальная информация. На самом деле, музыкальность можно развить, друзья мои. Я вам открою секрет. Если вы будете... Это же такая же тренировка мозга и тренировка души, как, например, интеллектуальная тренировка, типа, чтение тяжелых книг, сложной литературы, сложной поэзии и так далее. То есть, это все можно развить. Если вы каждый год будете ставить себе задачи и будете наращивать, как бы, музыкальную мышечную массу, вы через пять лет в обязательном порядке станете меломанами. Для этого нужно послушать побольше джаза, побольше классической музыки. Причем желательно начать с барокко, ну и дойти, собственно говоря, до 20 века, а то и до 21 века. В общем, если вас будут интересовать какие-то вопросы, как развить собственную музыкальность, пожалуйста, задавайте, я с радостью отвечу, потому что я по музыкальному образованию, помимо учитель и по вокалу, еще и теоретик. С радостью вам обо всем расскажу. Спасибо вам большое.